Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео я хочу показать вам еще одну классическую шахматную партию, а именно это будет противостояние 2К, то есть Анатолия Карпова и Гарри Каспарова, то есть это будет 16-я партия их матча за звание чемпиона мира по шахматам, которая была сыграна в Москве 15 октября 1985 года. Ну и давайте посмотрим как развивалась данная партия и посмотрим чем же она в принципе знаменита, почему она является классической. Итак, Е4 и С5, то есть Е4 играет Карпов, а Каспаров соответственно играет черными С5, он играет сицилианскую защиту, то есть наверное самый агрессивный дебют за черных и конечно же играя данный дебют, обычно черные стремятся к перехвату инициативы, то есть играют его не на уравнение, а именно на победу. Ну что ж, далее последовало конь на поле Ф3, Е6, Д4, СД, конь Д4 и черные играют конь С6, то есть перед нами вариант Тайманова в сицилианке. Далее Карпов играет конь Б5, с идеей сыграть конь на поле Д6, поэтому черные, то есть Каспаров входят в Д6, далее последовало С4, конь Ф6, конь С3, А6 и конь А3. То есть в этой позиции и у черных, и у белых есть свои плюсы и минусы, ну в частности плюсы белых это сильный центр и конечно же минус главный белых это конь на поле А3, который стоит неудачно. Плюсы черных это то, что у них по сути здесь нет слабостей, но однако у них позиция здесь немножечко сжатая, именно поэтому здесь Каспаров проводит идею, которая тоже довольно известна в теории, а именно прорыв по центру ход Д5. В принципе ход Д5 является плановым во многих вариантах в сицилианке. Ну что ж, далее последовало СД, ЕД, ЕД и в этой ситуации белые остаются с лишней пешкой, но однако здесь у черных появляется активность фигур. Далее последовало конь Б4, слон Е2, слон С5, рокировка и рокировка, то есть здесь и белые и черные уже почти полностью завершили развитие, и у белых осталась по-прежнему лишняя пешка, тем не менее у белых по-прежнему остался слабый конь на поле А3. Ну что ж, далее последовало слон Ф3, слон Ф5, слон Ж5, ладья Е8, верес Д2 и Б5, то есть Б5 тоже довольно важный ход в стратегии черных, идея его состоит в том, чтобы не пустить коня белых на поле С4. Далее последовало ладья на поле Д1, ну и конь Д3, и вот именно благодаря коню на поле Д3 данная партия и попала в рубрику классические, поскольку этот конь по сути решил исход в будущем этой партии, и вообще данная партия является примером того, как одна фигура может сковать по сути почти все фигуры соперника, при том, что у нас в общем-то почти все фигуры остались на доске, то есть здесь удивительно то, что при полном комплекте фигур у белых по сути будет в будущем полный суксванг, давайте все это посмотрим на доске более наглядно. Ну что ж, далее последовало конь на поле Б1, то есть угрожал ход Б4 с вилкой и выигрышем фигуры, поэтому конь Б1 здесь ход почти что вынужденный, далее последовало А6, тон Н4, Б4 нападая на коня, конь А4, но особо выбора не было, приходится уходить именно сюда, слон Д6, уводя слона из-под размена, слон Ж3, здесь белые все-таки настаивают на размене, ну и ладья С8, то есть в принципе здесь Каспаров не против размена на поле Д6. Ну что ж, белые здесь играют Б3, укрепляя коня на поле А4, ну и Каспаров переходит к активным действиям, то есть он играет Ж5, ход далеко не очевидный, но однако в принципе его идея как раз таки ясна, это сыграть Ж4 и создать большие проблемы для белого слона на поле Ф3, именно поэтому здесь, чтобы слон смог спрятаться, Карпов меняется на поле Д6 и играет Ж3, то есть теперь в случае хода Ж4 у белых всегда будет ответ слон на поле Ж2. Ну что ж, далее последовало конь Д7, слон как раз таки уходит на поле Ж2, ферзь переходит на поле Ф6, А3 и А5, то есть понятное дело, что когда черные так сильно сковали, по сути, все фигуры белых, им невыгодно вскрывать позицию, и понятное дело, что они хотят по-прежнему, чтобы у белых не было активных возможностей. Ну и далее после АБ и АБ выясняется, что просто у белых по сути не видно более-менее нормального хода, то есть по большому счету уже у белых почти что полный цукс ванк, то есть ладья с поля Ф1 ходить не может, поскольку ход ладья Е1 будет под бой, ход ладья Д1 тоже будет под бой, любой ход одного из двух коней тоже будет под бой, сонос поля Ж2 ходить в принципе можно, но однако очевидно, что это тоже явно не усилит позицию белых, именно поэтому здесь уже Карпову приходится играть, скажем так, на отбой, и делать ход по большому счету отчаяния, а именно ход Ферзь А2. Однако в принципе после хода Ферзь А2 сразу белые не проигрывают, поэтому здесь партия конечно же продолжилась. Далее после этого слон Ж6, белые сыграли Д6 и Ж4, то есть Ж4 еще сильнее сковывает силы белых. Белые играют Ферзь Д2, то есть опять же таки белые просто стоят на месте и ждут, пока черные будут их добивать. Король Ж7, еще один выжидательный ход. Ну и здесь уже видимо нервы Карпова не выдержали, то есть по большому счету нужно было стоять на месте и играть Ферзь на поле А2, очевидно, что той позиции у черных большой перевес и явно в будущем все-таки Каспаров бы выиграл, но однако здесь действительно уже Карпов понял, что стоять на месте бесполезно и пошел уже действительно во все тяжкие, то есть сыграл Ф3. Пошел до вскрытия позиции, но опять же таки при полной доминации черных фигур, ну прежде всего за счет того, что Конь Д3 сковывает все силы белых, понятное дело, что такое вскрытие позиции на руку, конечно же, черным. Ну что ж, далее последовал Ферзь Д6, ФЖ и Ферзь Д4, король уходит из-под шаха на поле А1 и Конь Ф6, то есть идея черных состоит в том, что они хотят сыграть, допустим, Конь на поле Ж4, это самая сильная угроза, ну и далее будет угроза такая, что черные хотят сыграть Конь на поле Ф2, либо Конь на поле Е3 и выиграть как минимум качество, а скорее всего даже что-нибудь больше, чем качество, поэтому здесь белые опять же таки пытаются создать контр-игру, играют Ладья Ф4, но конечно же Ладья Ф4 тоже не спасает, поскольку у черных есть сильный ход Конь на поле Е4. В этой позиции Карпов решил отдать Ферзя, и как ни странно, это самый сильный ход, пока они имеют с точки зрения компьютера, но все дело в том, что опять же таки у белых просто не видно хорошего хода. И что самое главное, не видно защит от всех угроз черных, то есть черные хотят сыграть и Конь на поле Т2, и Конь на поле Ф2, то есть это самые сильные угрозы, и действительно здесь спасения у белых уже просто нет. Потом Ферзь Д3, это уже действительно жест отчаяния, но с другой стороны позиция настолько плохая, что плохой позиции, как известно, все ходы будут просто плохими. Ну и далее очень быстро здесь Каспаров довел эту партию до победы. Последовало Конь в 2, Ладья Е2 слон Д3, то есть уже у черных материальный перевес, ну и очевидно, что проблемы белых не закончились, поскольку у них по-прежнему очень плохая координация фигур. Далее последовало Ладья на поле Д2, Ферзь Д3, Ладья Д3, то есть здесь формально у белых по материалу, по крайней мере, не видно больших проблем, то есть у них 3 легких фигуры, еще и пешка за Ферзя, но однако Конь на поле А4, Конь на поле Б1, это по сути две фигуры, которые находятся вне игры, плюс ко всему у белых очень слабый король, именно поэтому здесь очевидно, что черные побеждают, причем побеждают довольно быстро. Далее последовало Ладья на поле Ц1, с идеей на Ладья Е3 слоняет Ладья Д1, в общем-то поэтому здесь Конь Б2 сыграл Карпов, но однако после Ферзи В2 здесь просто неизбежно белые получают мат. Еще последовало Конь Д2, Ладья Д1, Конь Д1, Ладья Е1, но в этой позиции уже просто белые остались, поскольку они в будущем получают мат, то есть допустим вариант такой, это Конь Ф1, Ладья Ф1, Слон Ф1, Ферзи Ф1 мат, давайте уже все это на доске показывать не буду, вариант слишком уж простой. Ну что ж, что хочу сказать, подводя итоги данной партии, она уникальна тем, что белые, то есть Анатолий Карпов, не сделали ни одной грубой ошибки, но были просто раздавлены таким вот катком под названием Гарри Каспаров, то есть Конь на поле Д3 полностью парализовал по сути силы белых, и создал полный цукцванг, при по сути опять же таки полной доске фигур, как бы это странно не звучало, и именно поэтому так вот по сути без борьбы здесь черные выиграли, партия довольно красивая, и конечно же она очень поучительна для всех нас. Ну что ж, надеюсь, что вам это видео понравилось, спасибо всем за внимание, ну и до скорых встреч уже в новых видеороликах.